друзья всем привет прошу прощения за небольшую паузу началом так но сегодня мы продолжим обсуждать вот те биофизические технологии которые применяются для изучения земной коры в акватории северного ледовитого океана на прошлом занятии мы говорили про метод сейсмической разведки который напомню основан на излучение так называемых упругих или сейсмических волн и регистрации отраженных и преломленных сейсмических волн которые свою очередь позволяют получить некое изображение ниже поверхности дна ну подобно тому как функционирует эхолот до всю примерно такую же концепцию можно распространить и на колебания проникающие собственно ниже толщи воды уже твердую земную кору и возвращающиеся по различным лучевым траекториям зависимости от геометрии той среды но под геометрией я понимаю конфигурацию вот этих всех отражающих границ и в зависимости от значений скорость распространения сейсмических волн ну на разных так сказать участках вот всей той области которая исследуется вот но мы обсуждали прошлый раз как бы концепцию этого метода да и какие-то элементы самой технологии я рассказывал про специализированные сейсмические суда которые буксируют за собой огромные сети регистрирующих устройств и гидрофонов которые собственно производят запись тех самых отраженных сигналов которые потом обрабатываются интерпретируется для получения уже сейсмических изображений вот ну кроме этого значит мы коснулись самих сейсмических изображений и напоследок я немножко рассказал про технологию когда регистрирующие устройства устанавливаются непосредственно на дно они буксируются на поверхности воды и в этом случае это уже не гидрофоны а полноценные так называемые сейсмоприемники или геофоны которые регистрируют трехкомпонентный вектор смещений ну или лучше сказать скоростей смещений вот но идеология последующей обработки интерпретации сигналов записанных с помощью сейсмоприемников или геофонов она примерно такая же как и работа с сигналами за гидрофонов но разница только в том что вы получаете больше информации у вас есть по сути векторные измерения которые выполняются с помощью трехкомпонентных датчиков вот то есть вы знаете как колебания амплитуда колебаний в точке где у вас установлен регистратор вы фиксируете временные ряды колебаний по трем координатным осям так ну обработка такого типа данных она несколько отличается от работы с данными записанными с поверхности воды но принципиальных каких-то радикальных отличий нет есть определенные преимущества связанные с тем что во-первых данные зарегистрированные на дне они оказываются более качественными плане более высокого соотношения сигнал шум поскольку сигналу не требуется преодолевать расстояние сквозь водную толщу по пути к регистрирующему устройству и соответственно там меньше так называемых волн помех которые осложняют вот те сейсмические изображения которые получаются вот но волны помехи это все виды сейсмических волк которые не информативны в рамках вот той конкретной задачи которую вы решаете в текущий момент но помните я в прошлый раз рассказывал и показывал так у меня чет все зависло слов совсем сейчас я прошу прощения меня тут чет какие-то глюки начались сейчас 1 секунду сейчас мы вернемся я извиняюсь это у меня какая-то так сейчас я нарисую постараюсь нарисовать некую картинку которая даст представление о волн в помехах ну если помните в прошлый раз я изображал принципиальную картину которая относится к регистрации отраженных волн нет наверно у меня не получится нарисовать нет получится значит у нас есть поверхность воды есть там какая-то поверхность на такая довольно плавная но есть какие-то слои уже в толще как бы земли значит вот эта вода вот это дно ну и какие-то вот границы слоев еще там слой вот назовем вот это слой 1 слой 2 и есть судно соответственно которая имеет источник сейсмических колебаний которая излучает изобразим фронты излученные упругой волны красным цветом значит излучает некую волну которая достигает поверхности дна отражается достигает поверхности воды здесь она преломляется отражается от этой поверхности здесь она снова как-то преломляется ну помните мы говорили что вот эти углы преломления отражения они определяются законом снялиуса в общем есть некое соотношение этих углов которая зависит от скоростей распространения волн по разные стороны вот каждый из этих границ вот ну и допустим у нас есть некое регистрирующие устройство которое находится вот на поверхности воды тянется за кораблем и в данный момент находится где-то вот где-то здесь в результате она зарегистрирует на самом деле целую кучу волн как полезных так и неполезных которые называют помехами ну в частности вот найдется некая лучевая траектория как по которой возмущение вот этого источника достигнет вот этого регистратора ну например какая-то какая-то вот такая страшная траектория я довольно условно изобразил но нужно понимать что для каждого положения источника и приемника найдется множество на самом деле вот таких лучевых траекторий которые будут приводить в точку приемника вот при этом смотрите значит вот эта волна которая отразилась значит это вот некое одно возмущение которое вот дошло до границы вода дно проникла сюда дальше кучу раз по отражалась вот от этих границ и неким образом преломивший здесь но тут преломление не очевидны такое у меня получилось но неважно будем считать что она есть вернулась в источник извиняюсь приемник вот но при этом надо сказать что вот такая траектория значит тоже скажем там возможно вот и значит мы получим приход такой волны тоже другое дело что времена прихода этих волн они ну скорее всего окажется разными вот ну кроме этого будет еще и какая-нибудь волна которая зайдет и в нижний слой и там тоже будет гулять потом выйдет верхний слой здесь погуляет и придет сюда вот ну при этом все эти волны они хотят разятся как-то на записях сделанных с этим приемником эти волны нам не слишком интересны потому что сущности мы не 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 сможем корректно определить сколько же раз та или иная волна отразилась и от каких именно участков этих границ для нас первоочередной интерес имеют только однократно отраженные волны то есть вот то что я сейчас здесь нарисовал это так называемым многократные многократно или кратные волны или если не на жаргоне то многократно отраженные волны вот посмотрим теперь на однократно отраженные волны которые для нас собственно является главным источником информации начну какие то вот у нас здесь есть грубо говоря три границы но мы естественно получим некое давайте тоже изничтожим мы получим некое отражение что-то типа такого вот однократное отражение от поверхности дна она придется вот на эту точку вот это то что прошло по воде интересен ли нам этот сигнал ну принципе как самостоятельная информация наверно не слишком интересен поскольку измерение конфигурации этой границы они проводятся отдельным оборудованием эхолотом и они гораздо точнее выполняют с помощью эхолота который не имеет вот такого разноса источник приемник фактически это источник совмещенной с приемником вот но тем не менее можно считать что мы ну мы не будем так сказать считать вот эту волну как бы такой явной помехой да она обычно изображается на результатах регистрации вот в то же время например значит нас будет интересовать отражение от нижнего слоя однократная вернет от подошвы слоя 1 ну она будет какой-то вот такое ну и наконец от подошвы слоя 2 она тоже будет какое-то то есть фактически нам нужно выделить из всего за записанного как бы массива условно говоря шумов те шумы которые относятся шумы в кавычках которые относятся вот вот таким траекториям распространения да вот ну то есть вы понимаете вот приемник пишет все там кроме вот этого будет записано еще вот это еще там вагоны маленькая тележка других колебаний которые по другим траекториям так сказать попали приемник вот но интересно нам только вот это скажем и результат измерений будет относиться к ну некому условно говоря вот к некой зоне который здесь где-то в середине находится но при этом мы видим вот от эти отражения да они происходят в разных точках по по маршруту корабля до пупу оси x если вы хикс у нас туда на например то есть вот это отражение но относится к этой точке вот это к этой а это к этой на самом деле то есть задача обработки вот всего того набора сейсма грамм помните я прошлый раз изображал сейсма граммы там примитивные и говорил что вот основном основной как бы работы с сейсма грамм является попытка подавить соответственно волны помехи то есть всякие кратно кратные волны и другие виды так сказать колебаний которые вот не не относятся к делу а считаем что к делу относится только вот это вот ну для этого применяются разные техники которые связаны с фильтрации сейсма грамм ну понятно что каждое такое отражение и преломление она приводит к ну и вообще чем длиннее вот лучевая траектория до чем больше вот физическое расстояние чем больше тут вот этих сегментов тем меньше амплитуда сигнала который доходит вот такой траектории до приемника поэтому это в каком смысле хорошо это приводит к тому что однократно отраженные сей волны они не более высокие амплитуды чем многократно отражу но опять же это не универсальное правило потому что тут могут существовать какие-то многократные отражения более мелко залегающих слоев нежели однократные от тех границ которые находятся существенно глубже вот ну есть техники которые позволяют подавить кратные волны используя так называемое суммирование сейсма трасс суммирование это такая методика которая работает если у вас есть на секунду если у вас есть набор записи соответствующих симметричным положением источника и приемника относительно некой центральной точки ну вот у вас есть например давайте изобразим для простоты такую плоскую горизонт с горизонтальными границами среду вот у вас есть некий источник колебаний и и приемник значит у вас есть вот такие ну если все симметрично у нас то какая-то такая будет конфигурация лучей в соответствии с законом с неллиуса и вот эти вот отражения они будут приходиться на одну и ту же точку это называется общая глубинная точка огт и метод соответственно называется тоже так огт значит если вы при этом поменяете вашу систему измерительную и расположите источник здесь приемник здесь и повторите ваше измерение давайте другим цветом значит вы получите нечто такое ну и наконец там при этом можно измерительную систему сконфигурирует таким образом что у вас будет куча источников с одной стороны и куча соответствующих им приемников с другой стороны и в результате вы получаете набор вот для такой конфигурации вы получаете извиняюсь некий набор сейсмических трасс на которых времена прихода сейчас я вот изображу там для серии приемников вот у нас есть несколько приемников которые находятся на в точках с координатами x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 есть мы будем изображать ну и и кроме того кроме того мы будем считать что и здесь есть некая совмещенная такая система с источником и приемником который лучевые траектории вот такие то есть идеально вертикальные и если мы те колебания которые будут записаны этими приемниками при излучении на соответствующем источнике симметрично расположенном относительно вот этой линии мы увидим что здесь есть колебание там отраженного от линии поверхности дна потом давайте сейчас я сделаю разграфку некую 0 1 2 3 4 5 ну это x5 там x0 x1 x2 и так далее и если значит мы проведем регистрацию то мы увидим значит сначала будет тишина потом будет нити довольно интенсивные колебания потом будет снова тишина но будет колебания помельче относящиеся к вот вот этой границе потом по прошествии некого времени снова колебания которая значит относится к этой границе по вертикальной оси здесь что отложено помните мы обсуждали в прошлый раз какие есть идеи друзья нет идеи что за графики я рисую народ вот мы тут а это здорово я говорю чё по вертикальной оси у нас какой параметр не не все нормально время да это время ну на прошлой паре действительно я говорил что это время по собственно вот эти амплитуды они изображают тот параметр который измеряется вот регистратор но если на воде это то это давление просто если это на дне где-то там в принципе это все тоже самое применимое к расстановке на поверхности дна просто правда в этом случае у вас источник должен быть тоже на дне вот но такие источники бывают но это менее распространенной ситуации мы будем считать что это давление вот по поводу отчетности я сейчас чуть позже расскажу в конце напомните мне голосом я скажу просто в чате есть вопрос по поводу отчетности и значит вот у нас получается такая такое семейство этих самых сейсмограмм по которым можно проследить времена прихода тех или иных колебаний в зависимости от расстояния между источником приемником ну вот я выделил видите вот характерные моменты прихода колебаний которые отражены от поверхности дна это дно это нижняя граница слоя 1 а это нижняя граница слоя 2 вот эти вот кривые называются годографами в принципе по если что эти кривые по результатам измерений аппроксимировать некоторые модели у которая теоретически предсказывает поведение годографа в той или иной среде то можно определить по виду этих кривых можно определить значение скоростей сейсмических волн в слоях ну в воде как правило скорость известна а вот в слоях она может меняться вдоль вдоль слоя и определение этих скоростей является одной из задач вот но дальше можно ввести опять же теоретически оцененные значения скоростей в некоторую модель и провести коррекцию вот каждый сейсмотрассы разбив ее на сегменты и скорректировав с помощью но некого сдвига временного сдвига скорректировав времена прихода вот этих вот колебаний ну знаю что вот эти все колебания пришли от одной и той же точки фактически от общей глубинной точки и зная эти времена и зная скорости которые оценены по конфигурации вот этой вот этих вот кривых этих годографов можно привести эти графики условно говоря сейчас я говорю уже про сами сейсмотрассы к вот такому виду когда все времена прихода приезжают на одно и то же значение ну грубо говоря вот вот это сейсмотрасса приводится так чтобы корректируется таким образом чтобы вот это отражение приехала вот сюда где голубая линия соответственно вот это второе отражение приехала сюда треть третье отражение вот это приехала сюда и это операция она проводится для всех этих сейсмотрасс вот а затем они просто осредняются складываются друг с другом и так сказать делится на количество сейсмотрасс можно и особо и не делить даже вот в результате у вас из такой группы сейсмотрасс которые сильно отличаются у вас получается одна сейсмотрасса результирующая которая выглядит как ну вот времена прихода там вот такие такие же как точки где у вас источник приемник совмещены вот и при этом до важный момент на этих сейсмотрассах есть еще куча всяких посторонних отражений которые связаны с прохождением по всяким некошерным траекториям лучевым сейчас пытаюсь переключиться на другой слайд счет не дает ну которые связаны с этими самыми с кратными волнами например еще какие-нибудь прямые волны будут то есть у вас все зашумлено еще разными другими колебаниями которые вообще говоря не нужны но все остальные колебания они не укладываются в модель вот этих вот изогнутых гипербол которые позволяют нам значит скорректировать сесть матрасы и привести их всех как бы ситуации когда источник и приемник совмещены и затем просуммировать в результате суммирования вот полезные сигналы которые ложатся на эти зеленые гиперболы эти полезные колебания они суммируются а все вот паразитные которые не укладываются в рамки вот той модели годографа которые используются для оценки скоростей синических волн в этих слоях и который зависит от от вот изгиба этих гипербол все остальные колебания паразитные они довольно сильно в результате такого осреднения что делают ну вы наверно слушали слышали да что вот суммирование это самый простой способ ну осреднение до самый простой способ борьбы с но некими не систематическими погрешность то есть если у вас есть н измерений и эти измерения имеют какой там условно говоря нормальное распределение вернее не сами измерения каждое измерение но содержит некую погрешности эти погрешности имеют условно говоря гауссовское распределение вот то в результате усреднение ваших н измерений у вас погрешность как-то изменится результирующие вот усредненная погрешность как может кто-то помнит во сколько раз она там уменьшится или увеличится а сейчас а ну ничего я вам напомню смотрите если у вас есть н н измерений и окажется да про средний даже про среднее арифметическое и сегодня не помню на на увеличится погрешность погрешность увеличится ну если погрешность распределена как бы нормально по нормальному закону со средним значением 0 вот то она на самом деле уменьшится корень из н 1 вот то есть амплитуда погрешность вот там ну вот амплитуда вот этих паразитных колебаний в результате осреднения и он таких вот серии из н таких этих самых записи она уменьшится в корень из раз но это в теории то есть на практике все может быть хуже вот но тем не менее этот метод активно применяется то есть всегда и результатом такого осреднения уже из группы сейс матрас получается одна единственная сейс матраса на которой полезные отражения полезные колебания они видны довольно хорошо а другие колебания они видны гораздо хуже чем на вот этих исходных сейс матраса где сложно отличить полезные колебания от неполезных но правда тогда встает вопрос ведь нам это так или иначе нужно сделать потому что мы хотим вот эти вот зеленые гиперболы значит как-то нарисовать для этого нужно знать именно где полезные колебания где они не полезны вот но тут приходится работать как бы глазами руками вот использовать некие знания на самом деле примерных диапазонов скоростей в тех или иных слоях которые как правило для каждой исследуемой территории откуда-то известны вот ну или скважины там бурили или что-то еще мерили вот поэтому это несколько сужает диапазон поиска и позволяет отделить ну на неком первичном как бы этапе отделить вот полезные колебания от неполезных но дальше тут как-то натянуть эти гиперболы и пересчитать с помощью модели годографа вот все эти сейс матрасы в уже одну единственную сейс матрасу усредненно вот но это принцип метода общей глубинной точки понятно что когда корабль едет у вас тянет за собой один источник и кучу приемников у вас не получается автоматически конфигурации вот для метода общей глубинной точки но потому что у вас получается вот такая система сейчас мы изобразим так сколько у нас времени у нас еще есть ну представьте у вас есть корабль до пускай корабль сначала находится вот здесь у него есть источник и за ним плывет скажем там два приемника ну обычно там 1000 приемников плывет или по крайней мере несколько сотен вот ну будем считать так и допустим у нас есть всего одна отражающая граница поверхность дна ну я просто несколько упрощаю до ситуацию вот и у вас есть отражение от поверхности дна которые попадают ваши приемники то есть в принципе вы получаете измерения с такой установкой вы получаете общие глубинные точки вот здесь и здесь вот но затем то есть у вас автоматически нет грубо говоря ситуации когда у вас источник и приемник расположены симметрично относительно одной и той же глубинной точки вот но потом вас корабль проезжает правда неким образом проезжает дайте вот пометим наши глубинные точки значит он проезжает и ну я бы на самом деле еще один приемник добавил для так сказать даже 2 вот у вас тут получается целых четыре глубинных точки для каждой пары источник приемник они свои маркируем их синеньким вот потом у вас что происходит у вас вся эта штука она сдвигается неким образом ну из-за моих кривых рук тут все не получается но сейчас мы попробуем у вас вот этот приемник допустим корабль сдвинулся на расстояние равное вот шагу между приемниками между ними но некая дельта там сколько-то метров да вот корабль сдвинулся и новое положение корабля но такое согласно при этом у вас значит вот в этот приемник попадает отражение от откуда ну соответственно отсюда отсюда а это уже как бы вот как в общем можно для каждой глубинной точки до набрать серию из источников и приемников расположенных на равных расстояниях от нее вот но все определяется количеством приемников вашей кофе вот это вот то что тянется вот хвост за кораблем называют косой или стример по-английски и можно когда вы провели измерение уже вот по всей этой линии до корабль проплыл вы можете выбрать из всего массива записи некие группы сеть матрас которые дадут вам вот нечто такое что то я опять не могу вот дадут вам нечто такое то есть вы получаете эти сеть матрасы в рамках разных измерений ну то есть источник корабля срабатывает на на разных позициях но вы можете выбрать энное количество значит этих записей которые уже дадут возможность работать по принципу метод общей глубинной точки вот ну в общем то это вот основная технология которая используется для разведки потому что она эффективна в плане подавления помех и дает вот ну некие картинки типа вот таких где там потом геологи на основании какой-то еще дополнительной информации выделяют так сказать границы разных слоев или геологических объектов каких-то неоднородностей определяют возраста этих слоев определяют их литологический состав если это осадочные породы ну условно говоря химический состав и дальше интерпретируют всю эту информацию в контексте той задачи которую им надо решать ну поэтому это вот такой наверное наиболее типовой метод который применяется для изучения структуры земной коры в том числе на акватории глубина которую можно исследовать этим методом составляет но до нескольких километров сейсмо разведка значит хорошо перейдем к другим методом которые тоже применяются но перед тем как мы это сделаем мы скажем несколько слов о так называемых сейсмо логических измерениях поскольку для них часто применяется та же самая сейсмическая аппаратура которая используется и для сейсмо разведки обычно в виде донных регистраторов вот ну что такое сейсмо логические измерения сейсмо логические измерения это все что связано с регистрацией естественных колебаний не тех которые мы сами создаем с помощью источника вот а тех которые получаются в результате землетрясений ну про землетрясение мы много говорили вот самых первых занятиях вы наверное время от времени слышите что в мире происходит сильные землетрясения на прошлой неделе вот я рассказывал про может быть касался может не касался что я уже не помню годовщины известного крупного землетрясения тахок которое произошло в японии 10 лет назад в марте 2011 года вот но это все такие события которые наносят серьезный как бы ущерб и людям и инфраструктуре и ну крупные землетрясения в общем являются опасными это по понятным причинам кроме непосредственно воздействия на дома скажем и разные индустриальные объекты и объекты инфраструктуры они могут в каких-то прибрежных районах вызывать и цунами когда такая огромная морская волна образуется в результате резкого подъема дна в зоне очага землетрясения и дальше распространяется довольно высокой скоростью примерно со скоростью реактивного там самолета вот в открытом океане распространяется до тех пор пока не наткнется на берега вот ну естественно там как-то слегка затухает по мере распространения вот но энергия вот таких вот цунами она огромна и они могут быть высокими затапливать там прибрежные территории и соответственно тоже приводить гибели людей и повреждением разнообразным инфраструктуры вот ну в арктике таких сильных крупных землетрясений не бывает такие сильнейшие землетрясения они обычно связаны с зонами субдукции в арктике у нас в основном не субдукция а происходит некий обратный процесс до который мы называли спрейдингом и он связан с раскрытием евразийского бассейна в зоне хребта гакеля вот здесь на очередной карте который вы наверное видите показано положение ведь кружочками показаны зелеными красными показано положение эпицентров землетрясений которые здесь мы произошли за какой-то интервал времени на самом деле по мере того как хребет гакеля растрескивается и оттуда что там вытекает такое снизу расплавленная все время происходит но некие движения как бы земной коры которые относительно слабые относительно слабые но тем не менее они происходят постоянно с некоторой периодичностью и вот они локализуются в зоне вот этого самого хребта не могу вам сказать чем зеленые здесь отличается от красного к сожалению вот но видимо это есть какая-то разница с точки зрения механизма очагов этих землетрясений ну грубо говоря по записи вот этих сейсмических колебаний которые производятся с помощью стационарно установленных приемников или сейсмографов ну по сути это такие же регистраторы сейсмических колебаний которые используются и при сейсморазведке но они меряют все таки в основном не давление с помощью гидрофонов а сами смещение поверхности дна ну либо эти регистраторы установлены на дне вот чем занимаются в частности наши коллеги наша лаборатория здесь на фистей когда в рамках экспедиции размещаются специализированные донные сейсмографы вот либо в акватории там море лаптевых как вот здесь либо там восточно-сибирском море еще в печорском море страны вот ну и кроме этого есть стационарная сеть этих сейсмографов на суше в некоторых городах в том числе вот на севере там скажем существуют наблюдения постоянные сейсмические которые ну условно говоря позволяют записать сигналы землетрясений пришедшие от разных очагов вот ну очаг это соответственно вот та зона где происходит непосредственно разрушение земной коры в момент когда там эта область достигает но некой критической так сказать пороговой энергии в результате каких-то медленных тектонических движений и дальше происходит резкое смещение определенных об участков вот среды до возможно с образованием разрыва номер как правило с образованием разрыва вот и смещение среды вот и ориентация соответственно разрыва и ориентация этих смещений их амплитуда может быть оценена по тем сейсмическим записям которые удается получить но вернее сказать получать то есть вот эти вот точки они построены именно на основании анализа сейсмических записей или сейсмограмм с помощью вот регистрирующих аппаратур ну и соответствующих принципов обработки вот значит сейчас мы попытаемся перейти на новый слайд что-то вместе с зумом не очень корректно работает презентация она отказывается так ну вот давайте посмотрим на что то там донная станция наподобие тех которые применяются у нас в лаборатории это станции разработки института океанологии и вот такие приборы они ну грубо говоря сбрасываются с корабля помните я в прошлом на прошлом занятии видеоролик показывал сбрасываются с корабля падают на дно под действием ну просто собственного веса потому что у них снизу приделана такая тяжелая это самая штуковина но тип там бетонные просто плиты железобетонный вот ну и они там на дне стоят значит довольно продолжительное время но он простоять там год например хотя полгода ну как правило их сбрасывать там вот во время экспедиции которые проходят осенью в начале там в конце сентября начале октября вот они там год благополучно лежат питание осуществляется с помощью загруженных внутрь элементов ну то есть фактически это батарейки 10 килограмм батареек если так условно вот и с помощью системы сенсоров и цифрового логера регистратора там значит это все записывается ну и потом когда приходит время с помощью различных уловок ну то есть некоторые станции оснащены системы гидроакустической связи чтобы можно было приплыть потом на корабле подать некий гидроакустический гидро звуковой сигнал с помощью специального излучателя станцию значит его услышит специальным сенсором но по сути гидрофоном вот здесь есть два гидрофона один как бы сейсмический гидрофон другой вот специально для того чтобы услышать пришедший корабль но точнее вот некую кодовую последовательность излученную с него и если прибор ее слышат ну он ее слышат если бы не мешает ничего слышать да ему может помешать например то что там у него батарейки кончить вот тогда он все не услышал и остался там лежать вот но если он услышал он тогда с помощью специальные как бы системы там достаточно простой отстегивает вот эту бетонную плиту от себя и всплывает потому что он сам как бы легче воды вот ну если повезло вам всплыл его тогда уже там вылавливают вот но есть технологии попроще и например можно привязать такую штуку к так называемому притопленному бую ну грубо говоря станция падает на дно у нее есть балластный груз ну не не супер тяжелый но зато она привязана к тяжелому грузу который сбрасывается неподалеку от места где сбрасывается станция на расстоянии там нескольких там 10 метров скажем вот и от этого груза наверх на поверхность идет веревка с буйком то есть это можно найти потом если приплыть на это место по известным координатам gps вот то можно обнаружить этот буйок и потом там кинув специальную веревку с крючками если повезет подцепить все это хозяйство и значит извлечь на поверхность вот ну обычно это везет но бывают случаи когда значит все оборудование остается и там внизу соответственно без возможности поднять и но например там что-то рвется и все тогда уже ну не удалось уже туда спускать вот ну вот эксперименты которые вели наши коллеги с помощью в том числе наших станций проходили например вот в дельте реки лена это участок море лаптю вот здесь были получены некие экспериментальные записи причем в этом участвовали ребята из физтех а ну так выглядят вот сейсмограммы по сути это тоже сесть матрасы записи землетрясений которые вот им удалось получить ну здесь они на боку как бы да по горизонтали время по вертикали соответственно амплитуды колебаний но здесь четырехканальная система вот это гидрофон там давление вот это давление а это уже компоненты скорость смещения по трем компонентам но видимо вот это вертикальная ну и 2 горизонтально вот ну какие то вот примеры записи не вот так вот соответственно вот это какие то там фоновые шумы а вот вот это это вот типичные колебания связанные землетрясения здесь после вот такого большого колебания есть еще последующие такое чуть поменьше но тоже превышающие шумы это волна разного типа то есть вот это вот вступление связано с продольными волнами волнами сжатия п волнами вот это соответственно с волнами так ну про сейсмо разведку наверное достаточно ну кроме собственно сейсмо разведки есть самые прямые методы изучения геологии всего этого региона ну что такое прямые методы мы методка только в геологии вообще непосредственные наблюдения ну это грубо говоря как вы можете прийти и посмотреть глазами на то вещество из которого состоит земля вот у вас в конкретном месте ну для этого что надо сделать ли вы найти такое место где у вас хорошо видно ну некий разрез слоев там вы можете взять оттуда образцы исследовать их химический состав там литологический состав вы можете там определить их возраст если это осадочные породы по наличию какой-то фауны до этим занимаются палеонтологи стратеграфы вот которые обнаруживают там в этих образцах ну некие ископаемые остатки и по ним значит они могут используя весь накопленный массив знаний в этой области примерно датировать соответственно тот или иной образец и учитывая привязку этого образца как бы в пространстве да к тому или иному слоев так так то кто или иной области да им удается сделать выводы о ну соответственно возрасте того или иного вот геологического объекта или формации слоя там и так далее вот но в море с этим как бы несколько хуже да поскольку вам ну либо надо значит нырять туда но опять же это северный ледовитый океан чего туда нырять обычно людям не очень нравится вот нырять когда это что-то такое не слишком дружелюбное в плане как бы обстановки условий вот но можно опустить специальное устройство которое позволит вам увидеть тем не менее поверхность на какие-то геологические объекты которые выступают из нее да поскольку поверхность на может быть сильно неоднородный там ну есть и рельефы какие-то расщелины и там можно увидеть вообще говоря что там за камни торчат какие горные породы там выходит просто на них грубо говоря посмотреть да с помощью нового систем видео наблюдения подводных вот у нас в лаборатории есть подобная как бы система которая используется таких экспедициях и ну можно сделать фотографии там видеозаписи соответственно есть принципе существуют в природе у исследовательского сообщества подводные аппараты необитаемые и обитаемые которые могут применяться для непосредственного наблюдения да то есть ну обитаемые да там можно через окошко посмотреть вот обычно там есть некие манипуляторы которые но руки таки торчат из этого всего которые позволяют что-то отковырять со дна то есть отобрать некие образцы и захватить их собой вот чтобы потом исследовать уже разные аспекты более детально вот и все это относится в общем геологическим методом исследовать ну принципе есть еще и возможность пробурить скважину ну опять же если мы говорим про арктику значительная часть арктического шельфа это акватория с небольшой глубиной воды но 40-50 метров вот если мы говорим про море лаптевых там восточно-сибирское море может быть там до 200-300 метров вот и и даже на более глубоких участках можно в принципе используя специальные суда оборудованные вот буровыми установками можно пробурить довольно глубокие так сказать скважины извлечь оттуда образцы горных пород и их потом значит там изучать по всякому вот и ну бурение в арктике наверно довольно активная в баренцевом море где найдены были залежи углеводородов и где происходит их добыча но вы наверно слышали там вот у газпрома довольно активно ведутся работы там платформы разломные так далее вот это было на слуху там еще 10 назад и восточной арктике активного супер активного бурения вроде бы не было но какие-то безусловно и работы с отбором образцов там проводились проводятся и будут проводить наши экспедиции с участием вот фистехов ских наших коллег они включали в том числе отбор материала с поверхности дна ну простым таким драгированием это знаете когда с корабля сбрасывается ну в общем там по-разному можно можно трубки сбрасывать специальные которые забиваются вот поверхностным мылом но грунтом находящимся на дне вот там можно на метр не знаю на два даже наверное в зависимости от плотности этого ила такую трубку бросить и извлечь но понятно что эта информация не очень как бы с глубоких горизонтов прямо скажем вот можно просто за кораблем тянуть некую систему которая будет захватывать куски про фрагменты горных пород со дна вот потом их извлекать это же соответственно исследовать ну наконец если возвращаться геофизики есть измерения которые являются достаточно простыми и которые могут предоставить некую базовую информацию о неоднородности геологической неоднородности дна и соответственно тех структур которые находятся ниже помните мы начали с того что вот эта концепция тектоники летосферных плит но который вот предполагает что вся поверхность земли значит разбита на некие такие куски летосферной плиты которые там как-то движутся взаимодействие друг с другом она опиралась на в частности экспериментальные данные по измеренным значением аномального постоянного магнитного поля ну вот мы понимаем что если мы будем измерять постоянное магнитное поле вот у земли есть постоянно магнитное поле который там генерируется вследствие определенных процессов как полагают там происходящих ядре земли вот и если вы будете в разных точках на поверхности земли его измерять я сейчас не говорю о переменных электромагнитных полях которые создаются разными другими источниками мы говорим про постоянное то есть не меняющиеся во времени магнитное поле ну или меняющиеся очень медленно значит тем не менее если вы проведете такие измерения вы обнаружите что напряженность магнитного поля или магнитная индукция они будут разными в принципе от точки к и вот эта изменчивость она имеет такую сложную пространственно частотную структуру но частотную смысле пространственных частот да то есть есть какие-то изменения достаточно медленные там связанные с этим самым основной частью дипольной частью этого постоянно магнитного поля есть грубо говоря вот если вы наберете там в гугле карта постоянно магнитного поля земли глобальная вы увидите что на континентах там одни значения в среднем на в океанах другие но если вы вообще детально будете мерить то вы обнаружите что картины которые у вас получается если вы будете из брену магнитное поле это векторная величина до можно изобразить например там модуль этого вектора до в наборе точек где вы его померили вот на этой карте который сейчас на экране показано наблюденное полное магнитное поле модуль модуль на самом деле магнитной индукции мериться единицы измерения тут нано тесла в арктике ну тут наверное это за вычетом уже некой фоновой модели магнитного поля то есть это только аномалии абсолютной аномалии плюс и минус вот и видно что вот синенькая минус красненькая в плюс и видно что вот эта структура она очень красиво выглядит во вторых имеет совершенно разный характер на разных в разных участках ну вот вот это вот вот полосочки вот эти до которые вот здесь видны нет как раз те самые линейные магнитные аномалии идущие вдоль хребта гакеля вот где помните землетрясение у нас были выстраивались цепочку такую вот но соответственно это вот хребет гакеля сюда вот атлантический океан пошел здесь это вот уже да вот это называется евразийский бассейн здесь всякие структуры которые называют амиразийский бассейн здесь канадской половины видно по характеру этих этой карты до что структурном плане тут есть но некие отличия некие отличия между вот этой областью скажем вот этой область но по сути вот эти аномалии магнитного поля они отражают степень намагниченности те горных пород которые ну понятно что влияет некая область пространства на результаты измерений да ну если у вас что-то намагниченное достаточно сильно и она ближе к месту где вы это измеряете то вы будете регистрировать в основном эффект именно от этого объекта то есть но магнитометрия это некий метод который вот опираясь на анализ вот этих детальных аномалий магнитного поля позволяет ну вообще построить некие модели как бы намагниченности горных пород но опять же реконструировать распределение намагниченности по глубине в рамках этого метода весьма проблематично то есть это такой метод который дает представление о латеральных игры горизонтальных вот неоднородностях в среде вот и аналогично этому другая похожая технология которая называется гравиметрия она предполагает измерение фактически силу тяжести вот ну вы наверно все там слышим и слышали до школе еще что ускорение сил тяжести там 9 там чего-то 9 и 8 которая же да вот но на самом деле это значение она тоже в разных точках на поверхности земли разная грубо говоря мы вот когда подходим каком большому зданию большому зданию принципе мы вот с использованием современных приборов гравиметров сейчас состоянии зарегистрировать отклонение ускорение силы тяжести вызваны наличием вот тех масс которые грубо говоря сидят в связано с вот здание до большим то есть если у нас есть как какие-то неоднородности плотности да ну например большие какие-то рудные тела в земле да мы измеряя аномалии силы тяжести выделяя их на фоне каких-то относительно медленных изменений но медленных по пространству до понимаю что можно говорить слово медленный может относиться как ко времени так и к пространству то есть что такое плавно меняющиеся в пространстве вот если мы учтем вот эти фоновые плавные изменения и выделим из измеренного сигнала вот именно какие-то локальные изменения связанные с тем неоднородностями которые вот у нас где-то тут вблизи точки измерения находится то мы тоже сможем увидеть ну некую неоднородную структуру мы здесь довольно гладкая карта в отличие вот вот этой понятно что такое гладкая до мат анализе там гладкость значит это грубо говоря чем меньше у вас там значение производной до по координатам в данном случае да ну то есть можно рассматривать это все как функции координат вот чем не чем меньше у вас значение производных по координатам вот тема глажу вас это та или иная функция и здесь что-то гладкое изображено но это видимо некие как раз таки относительно фоновые составляющие гравитационного поля и все равно тем не менее здесь проявляется в виде вот зеленой зоны это евразийский бассейн хребет гакеля ну и соответственно вот здесь структуры более высокие значения гравитационного поля не здесь снова пониженные вот и это отражает плотноосную неоднородность той среды которую мы изучаем вот но тут много всякой теневой кухни тоже связаны с выделением разных составляющих из вот тех измеренных значений вот поскольку вам нужно учесть там скажем разную глубину то что у вас прибор находится на разном расстоянии от дна вот сил тяжести она соответственно убывает как единиц на r квадрат вот и понятно что надо учитывать приводить все измерения к ну к некоторому универсальному уровню там чтобы исключить эффекты связанные с тем что у вас прибор просто ближе к массам оказался они сами масса плотнее ну и грубо говоря вот такие карты их потом можно пересчитать в полотностные модели то есть модель которая будет описывать у вас неоднородность плотности среды в каком-то там интервале глубин вот ну тоже тут довольно сложно разделить по глубине то есть это не метод вот в отличие сейсморазведки который позволяет нам просто зондировать среду да то есть просвечивать ее по глубине видеть там как она меняется по глубине ну и по глубине и по как бы горизонтали вот то грамме 3 и магнитометрии это скорее методы которые ну плохо дают плохое разрешение по глубине но для каких-то исследований они весьма важны вот современная тенденция такая вообще что объединять все данные которые вот полученные с помощью грамме 3 магнитометрии сейсморазведки в некоторые общие модели совокупные такие и решать задачи вот как бы сваливая все данные в кучу там соответственно это помогает каких ситуациях чуть надежнее определить ряд параметров по совокупности этих данных так ну в основном я рассказал все что планировал сегодня рассказать значит но на самом деле это еще не все то есть еще технологии связанные с применением электрических электромагнитных полей вот ну наверное сделаем так что я про это расскажу следующий раз вот я все время оттягивают переход там к темам где у нас другие преподаватели будут проводить занятия ну наверное это как бы я надеюсь никого пока не напрягает вот поэтому давайте спланируем так что в следующий раз тоже приду я расскажу про то что называется электро разведкой или электромагнитными зондированиями вот и потом уже там подумаем к чему переходить вот ну если говорить про вопрос отчетности за курс который был задан сейчас ну на самом деле ничего там такого экстремального ужасного не будет мы распределим некие вопросы и я вас попрошу подготовить по ним мини рефераты вот которые мы соответственно и оценим я думаю что особенно пострадавших не будет но желательно конечно как-то познакомиться с этим материалом который мы обсуждаем вот ну что есть какие-то вопросы по сегодня или вообще ближе к концу ну это не потребует там как бы каких-то сверху усилий там не знаю там за неделю или за две там но мы должны охватить как бы весь материал да потом подготовим там обсудим список вопросов и как-то их распределим хорошо тогда если все тогда мы прощаемся спасибо встретимся в следующий там чего там будет у нас понедельник и и Продолжение следует...